Особое мнение на 101FM Не можем которую не обсудить Эта тема связана с Владимиром Быковым Накануне вечером неофициально А нынче утром официально Стало подтверждено, что он уходит с поста Председателя законодательного собрания Кировской области Вот пока не очень понятно Остается ли он в статусе депутата Официально законодательное собрание говорит Что уход его связан с переходом на другую работу Надо напомнить, что спикер законодательного собрания Это освобожденная должность И человек получает зарплату на своем рабочем месте В отличие от многих других депутатов И не очень понятно пока, что с Единой Россией С рекотделением, которое Владимир Васильевич возглавляет Остается он там в этом качестве или не остается Пока не очень понятно Хотя его коллеги вроде говорят, что обсуждали этот вопрос И ждут все 8 ноября Что ты думаешь по этому поводу? Насколько вот эта вся история может быть связана с делом Парка Победы Или может быть просто накопилась критическая масса претензий К Владимиру Васильевичу? В том числе связанных с выборами С итогами Единой России на выборах Ну вот в том числе на выборах в Кировскую городскую думу Где единороссы не прошли На мой взгляд, конечно Нет, конечно это связано с уголовным делом в рамках Парка Победы То есть это главное? Это главное на сегодняшний день Потому что вся информационная повестка Она очень сильно тянула и партию в последнее время И законодательное собрание Потому что все же понимают, чьих рук дело Пусть даже разговор идет на сегодняшний день Что выделено отдельно в отдельном производстве В отношении неизвестных лиц Неизвестных лиц Лиц, которые в рамках администрации города Работали на то время И каким-то образом помогали И Фаркину Но нам далеко ходить не надо Город у нас небольшой И мы знаем, кто у него друзья Кто у него не друзья на сегодняшний день И я думаю, что это общая повестка Пусть, конечно, определяет следствие На сегодняшний момент В рамках этого же уголовного дела Но это все очень сильно тянуло информационно И понижало рейтинги и партии И понижало рейтинги законодательного собрания И тем самым вы посмотрите, как депутаты выступали против Оппозиция, она вплоть до Грозила бойкотом Грозила бойкотом Не хотела приходить на заседания Различные варианты были При этом это все Не в положительном фоне Отражалось на законодательном собрании И к этому и шло Что Владимир Васильевич Не сегодня, а завтра бы ушел с поста Ушел с поста руководителя партии И к чему пришло? Ну пока еще Точно, окончательно еще раз Я обращу внимание Не подтверждено Тем не менее разговоры ходят Не подтверждено По факту есть На сегодняшний день И это случится В ближайшее время Сто процентов Ну вот у нас, например, сегодня эксперты В дневном развороте С которыми мы общались Не исключили, что Владимир Васильевич Может уехать, например, на какую-то работу в Москву В библиотеку Нет Владимир Васильевич Может уехать работать в библиотеку В ближайшее время, да? Так, подождите Это сейчас намек на какую библиотеку? Просто На другую должность Обычную библиотеку? Обычная библиотека Нет, мы же с вами разговариваем о том Что Владимир Васильевич В ближайшее время Должен перейти на какую-то работу Да, он так сказали Мы можем предположить, что едет работать в библиотеку Да, может уехать не только в библиотеку У нас рабочих мест достаточно В стране В стране, да Как бы Работать можно везде Но, по крайней мере, спикером Законодательного собрания В ближайшее время Кировской области Он не будет Эта ситуация, Константин, на ваш взгляд Она все-таки Здоровая или не очень здоровая? Ну, то есть Вот вроде бы есть Определенная Выстроенная такая Как бы модель, да Все знают, кто с кем дружит Да, кто с кем договаривается Кто принимает какие-то консолидированные решения Вот история с тем, что выключается какое-то звено Важное звено из политического Так, на нашего Вот из нашей политической картинки Это какое-то влияние будет иметь на жизнь обычных людей или нет? Ну, вот проблема в том, что это большое влияние Это не будет на жизнь обычных людей это влиять, да Это с какой-то точки зрения Зрение повлияет на круг элит Кировской области Ну, я думаю, что они уже давно к этому были готовы И к это ждали, что это случится, да Вот, поэтому сейчас разговор идет о преемнике Владимира Васильевича Разговор идет о том, что партию возглавит губернатор Кировской области И думаю, что вот так и произойдет На процентов там на 99 Только по той причине, что, во-первых, во многих регионах На сегодняшний день федеральная повестка звучит То, что партию возглавляют первые лица регионов Это губернаторы А по поводу законодательного собрания Ну, я не вижу пока Ну, несколько фамилий назывались Называли, как наиболее вероятного называли Владимира Бакина Да, старейшего депутата законодательного собрания Что ему будет предложено Сейчас законодательному собранию нужно пережить Дожить до сроков выборов То есть два года еще Два года Ну, у нас законодательное собрание никогда не отличалось Очень резкими, какими-то интересными высказываниями Интересными людьми, да Вот И какими-то такими Неординарными решениями Да, это все было ясно и понятно Для области законодательное собрание должно быть ясным и понятным И поэтому его должно возглавлять тот человек Который будет руководить законодательным собранием Он будет действительно руководить законодательным собранием Или он будет просто, ну что называется Дорабатывать Потому что вот созыв должен доработать И человек просто будет, ну не знаю, занимать место Или он будет руководить Нет, в законодательном собрании у нас есть основная фракция Это фракция Единая Россия Которая, по сути, и руководит законодательным собранием на сегодняшний день Без разницы, кто там будет руководить будет все равно законодательным собранием фракции «Единая Россия». Потому что большинство? Потому что большинство. В таком случае, насколько велики шансы, если будут объявлены выборы на пост председателя, они должны быть объявлены по регламенту, насколько я понимаю. Насколько велики шансы, что возглавит законодательное собрание не представитель «Единой России»? Они к нулю практически. То есть это нереально? Это нереально на сегодняшний день. Это нереально. Еще одна история, связанная с Владимиром Быковым. Сегодня у нас в эфире говорилось о том, что, возможно, вся эта тема возникла сейчас в преддверии начала уголовного дела Дмитрия Никулина. Так ли это? Можем ли мы предположить? Предполагать мы можем все, что угодно, но факты говорят об одном на сегодняшний день, что есть уголовные дела по некоторым эпизодам, связанные с Дмитрием Никулиным, бывшим депутатом городской думы. И каким-то образом кто-то где-то как-то пересекается. Не хочу сейчас вдаваться в подробности, так как я не посвящен в рамках этих уголовных дел, но в скором времени мы все с вами узнаем. И я думаю, что это, по крайней мере, до конца этого года будет все ясно и понятно по всем уголовным делам, по которым сейчас все возбуждено. Константин Сичихин в нашей студии, член Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Разворачиваемся в сторону другой темы. Все-таки вот конец нашего летнего сезона. Практически осень уже скоро сменится зимой, как нам говорят по прогнозам. Чуть ли не на этой неделе может пойти снег. И, наверное, самое время подвести там некоторый итог. Ремонт дорожной сети и в Кирове, и в районах области. Мы, разумеется, более полно еще потом обратимся к этой теме, да, когда Евгений Лунев вернется, я насколько понимаю, он сейчас в отъезде, да, в Кирове его нет. Как я понимаю, в командировке нет. Руководителя управления дорожной парковой инфраструктуры, то есть такой сделаем совместный эфир, там, я не знаю, с претензиями и вопросами общественников, и ответами представителям нашего заказчика, да. Но в целом, как оцениваете, Константин, и вы лично, и, собственно, там, рабочая группа, те результаты? Нет, давайте, ну, лично. Лично, сначала лично, потом сделаем перерыв и перейдем к общей оценке. Это личная моя оценка на сегодняшний день, да. Тенденции к улучшению выполнения работ, по срокам выполнения работы они есть, но все равно хромает качество. Качество хромает. Что вы имеете в виду? Ну, качество укладки, качество установки бордюрного камня. Отсутствует практически доступная среда, да, для инвалидов и для колясочников, только по той причине, что мы неоднократно этот вопрос поднимали на повестке, когда укладывали бордюрные камни, когда идет замена бордюрных камней. Хотя это делать надо все в комплексе, и про это уже неоднократно говорится. И все равно возникает вопрос, сделали дорогу на Октябрьском проспекте, и от остановки эту самую проезжую часть отделяет такой бордюр, на который даже с дорогом человеку забраться сложно. Вот и вопрос-то заключается в том, что в ком проблема-то? В подрядчиках проблема, в заказчиках проблема. Мне кажется, проблема в отсутствии должного своевременного контроля. Это основная задача, которую мы неоднократно говорили, которую надо выполнять у ДПИ на сегодняшний день. Это, правильно вы говорите, качественный подход к контролю выполнения работы за теми подрядчиками, которыми выполняют работы. Даже нас уверяли, что вот у нас два основных подрядчика, все будет замечательно, все будет хорошо, мы с вами видим, что проблемы существуют, и они есть на сегодняшний день, и они не выполняются в том русле, в котором требуются. И изменений к улучшению, к тенденции улучшения, их просто-напросто нет. Мы как-то находимся на одном уровне. Тут чуть-чуть исправили, тут чуть-чуть просели, тут опять исправили, тут просели. Да, вот в этом вся проблема. Плюсы, плюсы. Плюс то, что мы видим что-то новое. Мы видим что-то новое в городе, да. Вот что новое мы видим в городе, мы после небольшого перерыва расскажем. Продолжаем с Константином Сичихиным, членом рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, анализировать итоги летней кампании. Остановились на том, что было что-то хорошее, да? Нет, ну хорошая есть, хорошая даже, можно сказать, в тех инновациях, которые сейчас на сегодняшний день стали применять. Это вот я не остановлюсь, как бы, вот хочу заметить, вот про то кольцевое движение, которое на Макаре, да. Да, пусть люди, там, граждане, которые ездят в том районе, некоторые ругаются, некоторые положительно к этому относятся. Речь идет о том небольшом бело-красном круге, который установили на разъезде в сторону Слободского и Коминтерна. Да, в сторону Слободского и Коминтерна, да. Это что-то новое. Да, насколько-то, с какой-то точки зрения, это кому-то не нравится. Говорят, что там образуются пробки, но если подходить более качественно к анализу, из-за чего там образуются пробки, не связаны точно с данным круговым движением. Это больше связано с установкой тех светофоров, которые там стояли годами, и того потоку транспорта, который там увеличивается на том промежутке движения. Ну и, конечно, там очень узкая дорога, которая требуется, вот в рамках как раз же кругового движения было выяснено, что дорога узкая, ее требуется как минимум пытаться расширять на сегодняшний момент. Ну, честно говоря, я не очень пока себе представляю, где там можно это сделать, потому что там с одной стороны кладбище, а с другой стороны остановка общественного транспорта. Никто не говорит, что ее надо расширять, начиная от кладбища. Там основная проблема – это где-то с поворота на Субботиху. Да-да, я про это и говорю, но там же старые кладбища. Сколько раз мы замечали, как бы не проводили анализ, есть у нас сервисы, например, такое, как Яндекс, пробки, которые очень четко показывают, откуда пробка начинается, где эта пробка заканчивается. Она практически у нас заканчивается на поворот на Субботиху. Вот эта пробка, начиная от Макария, от кладбища, и заканчивается на поворот на Субботиху. Там дальше уже нет такой пробки, там уже поток транспорта, он уже распределяется более равномерно, и мы видим, что нет большого скопления автомобилей. Я в воскресенье, честно говоря, ехала там в районе 4 часов дня или чуть-чуть пораньше, я не видела особой пробки. Правда, в воскресенье движение, конечно, не такое интенсивное. Требуется время для того, чтобы водители привыкли к круговому движению. У нас его не было никогда. Это то, что там... У нас все забыли вообще, что это такое. Да, что это такое, а это на сегодняшний день решение многих проблем, которые существуют в городе на очень оживленных перекрестках. Так, хорошо, круговое движение ввели, опробовали, народ потихонечку привыкает. Что еще нового, хорошего? Я вот со своей стороны, как водитель, могу сказать про разметку. Ну, разметка, да, это новое, особенно запретили поворот налево. Это хорошее? Это хорошее. Точно? Это точно все. Это просто, понимаете, первое время всем охота, чтобы у него было удобно. Удобно у дома, удобно в квартире, удобно там при выходе из квартиры. Пришел, встал, всем охота, чтобы у них было много стоянок и машину можно было поставить у подъезда. Правильно? Конечно. Еще бы снег не шел, и солнце бы светило, и было бы всегда 25 на улице, и было бы совсем все замечательно. Но тенденция говорит о том, что пора запрещать поворот налево, чтобы не перегораживать поток транспорта, транспортных средств. К этому и идем. Тем самым мы увеличиваем поток транспорта по улицам, время от точки А до точки Б становится, время движения сокращается, тем самым меньше пробок. Ну, как бы, да, мы не избавимся полностью от пробок, но мы, по крайней мере, идем постепенно маленькими шагами к решению каких-то проблем. Это было в Казани, если быть честно, да, это было в других городах. В Казани это уже еще лет пять перед универсиадой, когда они запретили полностью все левые повороты, да. И что к этому приводит? Приводит то, что мы сейчас едем в Казань и наблюдаем там намного проще идет движение транспорта, там нет таких больших пробок, они существуют, но нет уже на сегодняшний день, да. И это один из шагов к улучшению дорожной инфраструктуры города Кирова. Так, а еще? Ну, еще из инноваций, это поворот направо со стрелочкой зеленого такого света, когда горит красный, но если нет движения, это правило дорожного движения не запрещается на сегодняшний день, ты можешь повернуть направо, да, и дальше продолжить свое движение. Да, я наблюдаю эту картину, что это разгружает некоторые перекрестки, но некоторые водители до сих пор еще... Не перестроились, и те, кому надо ехать прямо, все равно в правом ряду стоят и мешают тем, кто поворачивает. Не только, они просто стоят вправо, ждут, когда загорится зеленый сигнал светофора, хотя им стрелка не запрещает двигаться направо, да, и потока встречного транспортного средства, его нету. Вот, но это требуется время. Поживем немного, я думаю, что народ приспособится к лучшему, быстрее привыкается, чем к худшему. Можем ли мы какие-то явно такие бросающиеся в глаза недостатки все-таки выделить по итогам ремонтной кампании этого года? И можем ли мы сказать, что у нас происходило с теми участками, которые ремонтировались в прошлых годах и которые у нас на гарантии? Есть ли там проблемы? Ну, проблемы на сегодняшний день с гарантийными участками, это мы с вами в курсе, что есть одна компания, не буду ее сейчас называть, которая ушла, практически уходит в банкротство, но которая делала приличный объем в городе. Почему мы не будем ее называть? Ну, давайте назовем, Абазеоричи, компания, которая делала, выигрывала контракты, пусть это не огромными суммами, но это порядка 100 миллионов, 200 миллионов рублей, да, и она делала там несколько участков, несколько улиц, на сегодняшний день эта компания просто физически не может нести гарантийные обязательства по этим объектам, кто будет неспособна. Да, вот это проблема, да, я думаю, что в ближайшее время мы увидим с вами как бы те объекты, те ямы на этих объектах. Так, а что это за объекты, Константин, давайте пойду, придем, где это? Ну, улица Негорько, улица Горбачева, если я не ошибаюсь, улица Свободы, часть участков была, да, и еще несколько улиц, вот сейчас прямо не скажу, надо провести аналитику, да, но объем был приличный у данной компании. Они эти улицы делали, что будет дальше с ними, посмотрим, ну, надеюсь, что так как ГДМС у нас все, что можно подбирает, да, и эти улицы тоже подберет и будет делать уже в рамках, может быть, отдельных каких-то контрактов, нести гарантийные обязательства. Мы видим сейчас большое разрушение по улице Свободы. До какого участка? Да, она практически вся, улица Свободы, небольшими участками, она пошла местами, и это большая проблема, и больше всего это происходит из-за, не из-за того, что там было не уложено некачественное асфальт, это больше происходит из-за наших сетевых компаний. Сетевые компании, которые, вот, честно, перекапывают весь город, и перекапывают как специально под конец сезона. Вот мы дороги укладываем, все, они замечательно уже, все сделано, и они начинают копать. Ну, я бы так не сказала, не то, что они там зловредные какие-то товарищи, которые дождались, пока положат новый асфальт, и давай копать. Тут, скорее всего, связано с тем, что на старте-то отопительный сезон, то есть у дорожников свой сезон, а, извините, а здесь тоже свой сезон. Я бы просто поднимаю, это же не только вопрос к тепловым ресурсникам. Я наблюдаю, там, на улице Орловской, Газпром раскопал газовую, там, не знаю, трубу газовую или меняли, что-то они прокладывали. В итоге на сегодняшний день они все, дорогу открыли, но верхний слой не уложили. Когда они будут укладывать, когда снег пойдет, либо когда... Надеюсь, что раньше. Да, я тоже надеюсь, что раньше. Вот, и это повсеместно мы с вами наблюдаем, что сейчас несколько улиц просто-напросто перекрыто, которые были в ремонте. Как с этой проблемой бороться, честно, не знаю. Не от меня это все зависит. Это надо вопрос задавать администрации, либо тем лицам, которые выписывают, выдают им разрешение на выполнение тех работ, которые они делают на сегодняшний день. Но я очень надеюсь, что Евгений Лунев все-таки как вернется из командировки, придет в эту студию. Да, и хотелось бы ему этот вопрос задать и с ним пообщаться. Все-таки давайте будем к какому-то знаменателю приходить и как-то с этим бороться, потому что мы иначе с вами опять же увидим, что наши сетевые компании перекопают весь город, будут появляться ямы, будут появляться провалы и все. Я очень надеюсь, что они ответственно подойдут к своей работе и все-таки каким-то образом скоординируются действия одних компаний с другими компаниями. Мы уже наконец придем к тому, о чем три года и говорим, да, что ремонт должен быть комплексным. Сначала перекладываем трубы, потом ремонтируем дороги. Я думаю, что там нашим ресурсным компаниям тоже не очень нравится, когда все время шишки в их сторону, да, но у них там вот, например, в какой-то момент нет выхода. То есть они, мне кажется, не со зла это делают. Хорошо, да еще одна история, связанная с дорогами. Видели ли вы, Константин, список по ремонту на следующий год? Оценивали ли цифры, то, что было озвучено, да, ну, там такие значительные, внушительные суммы, о них идет речь на 2020 год, в том числе по региональным дорогам. Что там происходит? С региональными дорогами, по крайней мере, все зависит от подрядчика и все зависит от тех, ну, от сроков выполнения работы. Вот, например, наблюдал на той неделе, хотя областное правительство сказало, что региональные дороги ремонт закончен, все замечательно, да, но я наблюдал, например, на направлении Налинск, как дорожники до сих пор еще доделывали остатки по дорогам, да. Ну, они там, конечно, не основное полотно укладывали, они там укрепляли обочины, но, по крайней мере, я считаю, как бы, значит, если они что-то делают, значит, этот контракт не закончен, значит, еще работы не приняты, хотя уже в правительстве сказали, что региональные дороги на сегодняшний день закончены и все замечательно, вот. Есть нюансы, да, рабочая группа в этом году практически, да не практически, а никуда не выезжала, это больше вопрос к руководителю рабочей группе, почему не было сформировано никакого выезда, да, хотя неоднократно я Владу Крысову говорил, давайте съездим, но как-то так сложилось, что мы не съездили, да, никуда. Лично я неоднократно ездил в направлении Советска, там неплохо, одна из компаний уложила автомобильную дорогу в направлении, там, Советский-Иранский участок, потом вчера, вот на той неделе как раз наблюдал, там, Налинское направление, там, пару участков, качество такое среднее, конечно, надо посмотреть в выборке, в каком качестве уложен асфальт, но и по обочинам, конечно, тот чембулатский щебень, который укладывается на сегодняшний день на обочину, это уже не тот материал, который требуется для укрепления обочин, только по той причине, что он под воздействием среды, нашей среды, особенно влаги, он быстро разрушается, чембулатский щебень, это известь, и эта обочина впоследствии превращается в кашу, которая просто-напросто не держит асфальтную дорогу. Как-то так. Есть какие-то заключения, вот эти описанные проблемы, куда-то там переданы? Да, мы про это не раз писали уже, понимаете, как бы опять писать в этом году, да, конечно, будет составляться акт по окончанию сезона работы рабочей группы, да, в акте мы опять же укажем те недостатки, на которые мы обращали внимание и в рамках региональных дорог, и дорог агломерации Кировской, города Кирова, Кирово-Чепецкий, Слободской. Понятно, что эти замечания, они там будут, просто насколько будет отреагировано, ну, как насколько отреагирует Министерство транспорта... Тоже этот стол или возьмут в работу, пока непонятно. Да, это непонятно, потому что мы... Вот я лично не наблюдаю нашего министра, где он, куда пропал. Поработал две недели, пропал. Говорят, на больничном, а выйдет с больничного, не выйдет с больничного, честно, не знаю. Кто ответственный, каким образом, совсем непонимание сейчас на сегодняшний день по основному министерству, который отвечает за все дороги Кировской области. Ну, будем надеяться, что с областью мы тоже постараемся собрать общий такой комплексный эфир вместе с дорожниками, вместе с представителями общественных, контролирующих наших групп и организаций. Сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу и вернемся через полторы минуты у нас в студии Константин Сичихин. Программа «Особое мнение» продолжается в нашей студии Константин Сичихин, член Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, эксперт Общественной палаты. У вас, Константин, в телеграмме я практически крит души наблюдала, да, накануне вечером. История связана с темой мусорной реформы, тема, которая не сходит с полос кировских газет, из эфиров кировских радиостанций, не уходит совершенно никуда, в разных аспектах она рассматривается, да. И, собственно, что нам накануне привлекло ваше внимание, это новость о том, что наш региональный оператор, компания Куприт, объявила конкурс, там, я не знаю, аукцион на поиск подрядчика, да. Подрядчик будет заниматься печатью, анализом, разносом квитанции, квиточков, начисленные нам платы за вывоз мусора. Да. 66 миллионов рублей в год, на следующий год. Да, это практически на 4%, ну, там, плюс-минус, да, около 4% выше, чем в этом году. 2 миллиона. Да, потом мы опять же наблюдаем... Ну, может, еще на торгах. Ну, я не думаю, что будет сильно большое падение, так как в данной сфере у нас конкуренции ноль, просто ноль, да. Но у нас его и не может быть, потому что у нас один региональный оператор. Нет, вопрос-то не в региональном операторе, вопрос-то в агенте. Агент, который будет данные квитанции печатать, раздавать и разносить. А там такие условия, что далеко не каждая организация это сможет осуществить. Да, там у нас, я вот так по аналитику провел, какая организация это могла бы осуществлять. Это Почта России, у которой есть филиальная сеть по всей Кировской области, да, ну, и энергосбыты на сегодняшний день, та, которую организация уже на сегодняшний день осуществляет. Приносит платежки. Да, платежки. Не могу понять, почему, почему у нас региональный оператор опять же решил торговать данный контракт, хотя нам в том году обещали и Министерство энергетики ЖК Харитькин обещал, и региональный оператор обещал, что это будет только год. Вот мы сейчас сформируем базу, сформируем, закупим специальное оборудование, закупим специальные серверы и будем сами печатать для того, чтобы было дешевле для граждан. Это же все равно там 5-6-7 миллионов ниже. Это экономия, экономия в рамках общего тарифа, экономия в рамках... А вы, Константин, уверены, что было бы дешевле, если бы Куприцан печатал? Потому что вот я помню, по прошлому году разбирали тоже мы эту ситуацию, и тогда они говорили нам, что нам дороже печатать самим. То есть квитанция обходилась бы во столько-то, а так, если мы будем пользоваться помощью энергосбыта, которые все равно несут свои квитанции, условно говоря, или еще что-то... Это вопрос стоял в чем? Вопрос стоял в том, что они же, мы с вами помним, у нас энергосбыт печатал в одной квитанции. Да, это было дешевле. Но потом у нас было предписание ФАС, которое запретило им печатать в одной квитанции и сказало им разделять. Я не думаю, что это сейчас дороже, либо дешевле. Но человек-то все равно идет один. А так два человека пойдут, если, например, будут отдельные печатали. Ну, то есть разве это плохо, что один человек? Это же экономия. Да, где-то там плюс, где-то минус. Но с моей точки зрения, что база жителей города Кирова, Кировской области, должна быть у регионального оператора. На сегодняшний день, получается, эта база находится у энергосбыта. Обмен данными у них практически, на мой взгляд, опять же, не существует. Только по той причине, что там очень жестко прописано законодательство в этом плане. Вот с этой же проблемой же столкнулся и фонд капитального ремонта в свое время. Когда они только-только начиналось, и вопрос решался, кто будет печатать квитанции и каким образом они будут раздавать. Но почему-то у фонда капитального ремонта намного дешевле это получается на сегодняшний день. Из суммы этих контрактов порядка 20 миллионов, не 66 миллионов. А, в три раза дешевле. Да, конечно, это может все зависеть от количества именно лицевых счетов. У фонда их намного меньше. Ну, потому что фонд... Региональный оператор закладывает порядка 700 тысяч лицевых счетов. Но, опять же, мне интересно, знаете, какой момент? Есть несколько, ну, есть какой-то пул лицевых счетов, который просто не печатает на Газбет. Либо это электронный документ, наоборот, либо этим занимаются управляющие компании, да, которые включают платеж за твердые коммунальные отходы, за вылаз в рамках общей квитанции, да. А кто это учитывает? Каким образом? Почему нет четкого понимания, вот за год, да, сколько лицевых счетов точно есть, сколько лицевых счетов будет оплачено, сколько лицевых счетов оплачивается, не оплачивается. Так может быть, есть четкое понимание, просто оно не озвучивается. Ну, а почему оно не озвучивается? Цифры, может быть, не озвучиваются, и все. Почему выкладывается контракт на 66 миллионов, на 700 лицевых тысяч лицевых счетов, и ни больше, ни меньше? Почему так делается? И почему этот контракт, он не стал дешевле, а стал дороже на 4 практически процента? Потому что бензин вырос в цене, например. Погодите, что мы начинаем с вами? Значит, у нас и тариф вырастет на 4 процента, да? Бензин вырос, тариф вырос, опять что-то выросло. А кто платит? Жители. Платят жители. Образователи отходов платят. А вы предложите для жителя, ты вот за эту квитанцию не будешь платить, но получай электронным документооборотом, да? Может, он поставит плюсик где-то там в личном кабинете и будет получать документооборотом. А я вот не уверена, что такой функции нет. Я, пожалуй, сейчас думаю, что нам надо представителей Куприта позвать и спросить. Конечно, я с удовольствием готов с представителем Куприта сесть за этот стол и пообщаться на эту тему. Только по той причине, что очень много вопросов, на которые они просто не отвечают. А почему не отвечают? Если ты им пытаешься писать там в социальных сетях где-то, либо это полный идет игнор, либо это идет общая красивая шапка, либо ссылка на правительство Кировской области. Для чего тогда нам нужен региональный оператор? Ладно, спросим у регионального оператора, почему у него сейчас еще нет возможности самостоятельно печатать квитанции, либо раздавать их каким-то образом в электронном виде. Да у них нет желания просто напросто этим заниматься. Нет желания, говорит Константин Сичихин. Еще одна важная тема, которую должны мы обязательно затронуть. Константин, ознакомились ли вы с публикацией на сайте бизнес-новости в Кирове, как и белить шашечки? Эксперты зафиксировали резкий рост нелекального рынка такси в России. Ну, в России нелегальный рынок такси, он никуда не делся, и он не вчера вырос, и не сегодня появился. Но говорят, что растет. То есть вроде как растет количество пассажиров, растет, при этом количество запросов на оформление и разрешений на таксомоторную деятельность, оно падает. Так потому что, понимаете, любой таксист, любой предприниматель, он сталкивается с большими проблемами, да? И чем становишься ты легальнее на этом рынке, тем больше проблем у тебя появляются. А когда тебе сейчас сервисы, такие как Яндекс, такие как другие там сервисы, Гетто, они дают тебе проще работать, не имея там ИП, либо еще каким-то образом. А у них можно работать, да, не имея ИП? Ну, конечно, у них можно работать. Вы сядьте в любое такси и спросите, есть ли у этого водителя ИП. Да, он вам скажет, что есть, но я думаю, что у него 100% этого нет. И вот, на мой взгляд, любому такси пора уже вводить отдельный пункт самозанятый. Тогда делать небольшой налог с этого таксиста, тогда мы этот рынок обелим быстро, просто-напросто. Никто не хочет работать в черную. Но если государство выставляет такие жесткие рамки для работы в белую, да, то рынок и уходит в черную. Совершенно верно. В публикации это речь идет о том, что нелегалов таксистов, допустим, можно наказать штрафом в 500 рублей, да, а человека, который официально зарегистрированный, официально платит какие-то средства там, да, и весь, вот, весь прозрачный, его накажут там при том же нарушении штрафом в 5 тысяч. Ну, так вот я вам про что и говорю. Чтобы побороть этот рынок, ему надо дать какие-то льготные условия, да. Если эти льготные условия не предлагают данному рынку, понятно, он будет находиться в том уровне, в котором есть. А из-под палки всех пытаться загонять, что сейчас и делается, да, ну, это к хорошему не придет. Надолго этой палки просто-напросто не хватит, да. Будет какой-то промежуток времени, как обычно, все собрались, побежали, месяц-два поработали, наказали там 5-10 человек, а остальные-то 100, они никуда не делись, они как работали, так и работают. Кого-то поймали, кого-то нет. Вот, и в данной ситуации это нужна четкая стратегия федерального уровня, да, по обелению данного рынка не только связана с таксистами, это совсем связано с пассажирскими перевозками. То есть мы говорим не только об автомобилях такси четырехместных, которые там в Кирове ездят. Не только, это до 8 мест получается, это все, что связано до 8 мест, а после 8 это уже подходит под пассажирские перевозки общественного транспорта, да. Как бы в данной ситуации надо бороться со всеми, потому что мы с вами наблюдаем не только рынок такси, как нелегальный, но мы с вами и наблюдаем рынок общественного, межрегионального или межрагионного сообщения тоже нелегальный, да, с чем мы уже неоднократно уже там на протяжении большого времени боремся, пытаемся обелить тех предпринимателей, которые есть на рынке, и они готовы переходить чисто в нормальное поле законодательное, да, и работать в этом поле, но они боятся тех правил, которые им сейчас навязывают, да, они боятся работать, если они выйдут в чистую, что их государство дальше будет просто-напросто, ну, больше способов... Они о себе заявили, они есть, вот я государство, да, и теперь они привлекли к себе повышенное внимание, получается. Ну, давайте вот так подумаем, как бы вот любой гражданин, который садится в такси, он платит. Платит как? В основном сейчас платят безнально, да, либо на наличные. Он вызывает такси по какому-то приложению, что нельзя запросить информацию у этого приложения, взять эти все фамилии этих всех водителей, которые там зарегистрированы, они же отправляют туда свои данные, они отправляют туда свидетельство о регистрации транспортных средств, они же не просто взяли и с места зарегистрировались в такси. Вот она база данных. И предложите этим всем водителям какие-то нормальные, адекватные условия, а в выходе их в белое поле, да, дайте им, опять же, сделайте их самозанятыми. Скажите, что, друг, вот плати там в квартал 5000 рублей, к примеру, да, но мы к тебе вопросов не будем иметь, ты будешь работать в легальном поле. Думаете, он не будет работать? Да я думаю, что каждый пойдет, потому что... Если 5000 рублей, то, наверное... А это вопрос-то стоит о том, что вы не завышаете тот налог, который есть. Тем больше сборов будет, да, чем больше, тем меньше вы будете тратить деньги на взыскание этих долгов, на поиск этих предпринимателей. На проведение контрольных мероприятий, да, контрольных закупок, да. Ну, давайте там сходим в Чехию, например, да, там, или в другие европейские страны, где есть четкое понимание по налогооблагаемой базе, да. Если ты заплатил свои там 6% с оборота, тебе вопросов больше никто не задаст. Только по той причине ты платишь налоги, да. А если ты у нас заплатил 6% от оборота, а потом к тебе еще пришла проверка, а потом к тебе еще пришло взыскание, либо там... И насчитали тебе. И насчитали тебе и сказали, да нет, друг, ты не 6 должен, ты должен был больше заплатить, да. Так извините, зачем мне работать в таком поле? Понятно, что я как предприниматель, я буду уходить искать другие варианты. Да, и постараюсь не светиться вообще, не светиться. Конечно, стараться прятаться как можно дальше. Константин Сичихин в нашей студии, член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, эксперт общественной палаты. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Не все успели обсудить. Благодарю, Константина. Спасибо. Спасибо большое и со слушателями прощаемся. До свидания. До свидания. Спасибо. Особое мнение на 101FM